здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко как всегда мы говорим с вами о самых важных событиях обо всем том что происходит в городском округе люберцы далеко за его пределами и всегда приятно когда есть возможность все новости собрать что называется в одном месте а место это очень долгие годы века называлась периодическая печать только потом появилось радио потом пришло телевидение ну и конечно же наступила эра интернета но все начиналось с газеты и вот так получилось что а в январе мы отмечаем день российской печати именно в этот день впервые увидели свет увидела свет газета ведомости при петре первом но обо всем этом мы поговорим с людьми которые непосредственно принимают участие в создании газеты здесь городском округе люберцы прошу любить и жаловать эмма витальна борисова заместитель главного редактора газеты люберецкая панорама член союза журналистов россии заслуженный работник печати московской области здравствуйте эмма витальна здравствуйте но эмма витальна пришла не одна потому что все мы знаем что новый год который мы совсем недавно отметили и который фактически весь январь как-то продолжает за нами наблюдать что называется она пришла вместе со своим супругом который мы тоже с радостью представляем это иван егорыч борисов который является ответственным секретарем редакции газеты люберецкая панорама заслуженный работник печати московской области член союза журналистов и член союза писателей россии а также руководитель школы это немаловажно руководитель школы юных корреспондентов городского округа люберцы ну и как и сказал коль член свои записать или это не просто член свой записать или не просто писатель а ещё и лауреат литературных премий здравствуйте его не волк здравствуйте как всегда приятно что так много времени уходит на представление гостей это значит есть не только тема для разговора но есть еще возможность что-то вспомнить вот у нас здесь в студии находится сразу несколько газет и сразу же первый вопрос м виталина на вам потому что всегда все средства массовой информации идя друг за другом предполагали что вот что-то отомрет что-то идет в прошлое что-то исчезнет как только появился интернет он в принципе вобрал в себя фактически да все элементы средств массовой информации сегодня появились так называемые новые сми вот как вы считаете время газеты не ушло николай я с удовольствием отвечу на ваш вопрос но сначала я хотела бы обратиться к нашим читателям не так уж часто нам приходится общаться на люберецком телевидении дорогие читатели дорогие коллеги я хочу поздравить вас с сегодняшним праздником с днем российской печати благодаря вам существует газета благодаря вам мы работаем в этом городе в этом округе так но давайте по газете да значит вот наша газета люберецкая панорама все вы ее прекрасно знаете в конце февраля исполнится 15 лет со дня выхода первого номера этой газеты юный возраст до рассвет ну знаете сейчас так много газет открывается и закрывается закрыли поэтому я считаю что это хороший возраст для для газеты для районной печати вот конечно мы вот выпускали когда было пять лет газете мы выпускали вот такую книжку и я надеюсь что и дынче что то вот коллектив наш это как бы избранная да да это очерки наших корреспондентов я думаю что в этом году наш коллектив который возглавляет рустам хусаинович хан сверов мы тоже что-то вот сотворим к юбилею хорошего смысла этого слова конечно вот как вы чувствуете сейчас некий спад интереса к газете или все по-прежнему остается но более-менее на достойном уровне с точки зрения интереса но вы знаете я так давно работаю в люберцах и помню те годы когда тысяча вас 1985 год начала перестройки когда районная газета выходила тиражом 34 тысячи экземпляров я вот люблю эту цифру называть она была востребована и люди выписывали ее приходили на почту сейчас у нас тираж конечно несколько снизился но на это есть много разных причин и просто хочу сказать что газета местная вот локальная газета она очень нужна людям почему потому что ее читают старшее поколение но старшее поколение еще пока не так она внедрилась в интернет как вот этого хотелось бы хотя уже и сейчас наши нештатные авторы присылают свои заметки нам на почту газету в электронном виде или что-то пишут на ватсап в инстаграм и так далее ну может быть жалобы какие то есть общение с читателями через интернет но все равно вы знаете вот газета и то есть газета это некий продукт который можно потрогать руками я всегда говорю начинающим журналистам что очень большая ответственность работать в газете потому что понимаете вот интернет или на сайт на сайт я повесила заметку я могу ее снять я могу ее поправить что-то изменить какое-то слово аннулированную совершенно верно как никто не за что а вот газета вот тут все напечатано вот они придут с этой газеты и скажут вы почему нас обманули вот вы написали что должно это быть а этого нет а людям как объяснить что иногда мы и не по своей вине это делаем эмитально давайте подключать к разговору иван егорыч он все таки ответственный секретарь звучит почти как генеральный вот скажите пожалуйста иван вот мне кажется что сейчас время когда информация не в финансовом а в глобальном смысле стоит дорого потому что очень трудно отличить опять же в интернете масса всего но понять где правда где истина или где тот самый фейк да мы видим как в других странах это происходит социальные сети у них своя жизнь правильно ли понимаю что сейчас вам как участнику одному из создателей газеты тоже приходится внимательно по крупинкам отслеживать и для жителя городского округа люберцы вот знакомство с газеты это все-таки действительно возможность узнать точную информацию касающиеся региона проживания чтобы не лазить найти по всем возможным на сетям и не получать фейковую информацию информация стоит дорого информация вообще бесценна у нас она ничего не стоит но это так шутливо конечно большая ответственность на журналисты с чем она связана прежде всего справдивой подачи фактов событий комментариев взять тот же интернет чтобы читать интернет и не блуждать там некоторые называют просто это помойкой нужен наверное внутренний редактор который вырабатывается с годами не и не в каждом не в каждом может выработать но у многих у пожилого поколения которое воспитывалось росло и жила в советском союзе это качество присутствует и поэтому вот этот внутренний редактор он не дает опуститься на низкий уровень как говорят ниже пояса чем очень страдает интернет ну то есть я в газете это недопустимо то есть вам у вас стоит глобальная задача не пропустить газету живую лживую недостоверную достоверную нереальную форму искаженную информацию да это прежде всего то есть получается что периодическая печать данном случае речь идет о газете все-таки сохраняет сегодня возможность вот этого внешнего и внутреннего если хотите регулятора да то есть читатель получил информацию реальную дат чтобы в интернете может потратить 8 процента времени найти нужной информации конечно и вот поэтому так я понимаю что необходимость такой печати еще существуют обязательно обязательно хорошо м виталина скажите но ведь можно в интернете читать газету можно можно ли это другое нет можно нашу читать газету в интернете все мы вывешиваем все мы делаем но все равно понимаете существуют какие-то традиции местные вот люди привыкли вот я расскажу о поселке красково эта газета она выходила больше двадцати лет красково и она прекратила выходить а ее бросали в почтовые ящики то есть все жители были в курсе тех событий которые конкретно где они живут они могли прочитать про своих детей в этой газете про своих соседей да сейчас тоже это все можно и на сайте но это как бы вот газета она какое-то объединяющее начало вот в поселке и в люберцах сейчас тоже газета какое-то объединяющее начало вот свое несет роль свою несет потому что люди доверяют больше еще пока печатному слову печатному слову то есть считается что в газете не напишут чего-то да 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 когда мне звонят люди начинаем разговаривать вы где это прочитали да это я прочитала там где-то в инстаграме где-то еще я говорю вы прочитаете вот в люберецкой панораме вот в частности последний случай такой одна женщина вот почему не до сих пор социальные карты не работают я как это не работают вы читаете нашу газету и узнаете что уже с 14 декабря по инициативе губернатора московской области эти карты работают можно ездить друг но с соблюдением каких-то мер безопасности до связанных вот сейчас с ограничениями иван говорит скажите а кто читатель сегодня люберецкой панорамы говорит все время все люди зрелого скажем так пожилого возраста а молодежь средний возраст молодежь как-то больше тяготеет к интернету не информация которую интернет распространяет но вот в моей школе юного юных корреспондентов которые я веду уже на протяжении 14 лет я стараюсь ребятам внушать что газета не умирает и пока не собирается умирать особенно местная региональная пресса в отличие от центральной газеты у которых тиражи резко-резко упали ли он и были были миллионы сяли миллион стали десяти тысяч да да вот и я им говорю вот вы занимаетесь в школе юного корреспондента это ваша родная газета здесь вы печатаетесь у нас страница выходит постоянно в которой я фактически уже сотрудники газе конечно конечно мы изучаем все жанры журналистики начинают заметки и кончая фильетоном самым сложным жанром которые в последнее время может в общем-то да и пережил он шаг о сательство филе до писательства хорошо давайте сейчас делаем небольшой перерыв и потом продолжим хочется еще узнать кто делает газету вместе с вами кто эти люди как это все происходит вот напомню что сегодня наша программа посвящена дню российской печати и тем самым читателям которые пользуются услугами любит sky панорама будет интересно узнать как же делается эта газета об этом чуть позже в программе открытый диалог напомню что эта программа открытый диалог сегодня мы посвящаем дню российской печати который отмечается в январе и у нас здесь в студии семейная читая так получилось что они оба заняты выпуском газеты любит ская панорама это эмма витальна борисова заместитель главного редактора газеты и иван город борисов ответственный секретарь помимо прочего оба являются членами союза журналистов россии к тому же иван город еще член союза писателей писатель лауреат литературных премий но собственно говоря эмма витальна тоже у нас выступает и в роли писателя и в роли составителя об этом мы поговорим в конце нашей сегодняшней программы потому что вот рядом со мной здесь находятся две книги мне очень хотелось бы тоже узнать об этой части вашей трудовой деятельности безусловно но газета прежде всего поэтому то метально как и обещал кто делает газету что за коллектив работает у нас замечательный профессиональный коллектив который возглавляет русам хусаинович хансверов но коллектив небольшой на самом деле потому что когда мы только начинали выпускать газету у нас было одних пишущих только корреспондентов человек 8 а сейчас осталось вот три человека пишущих ну я так понимаю что помимо коллектива еще приходят какие-то письма кто-то эти письма не штатные авторы есть то есть в общем то коллектив внутренний состав коллектива небольшой но если брать в целом да кто принимает участие а в каком-то уже конкретном номере то их довольно таки много вы вспомнили в первой части 85 год вот перестройка когда был но просто какой-то бум печали бум печать потому что такое ощущение что открыли где-то какие-то потайные ящички в которых такие были материалы развороты сумашек газета становятся толще толще журналы все это читалось все это даже было в дефиците потому что очень быстро раскупалась был где-то примерно до наверное середины 90-х годов а потом вдруг схлынул этот поток и вот тут возникает вопрос связи с чем это связано телевидение было и тогда и сейчас до телевидение мы сегодня тоже видим веры ему в общем-то особые стопроцентные тоже как-то не доверяешь вот интернет мы уже обсудили но почему все-таки до сих пор газету читают может быть это и зависит от коллектива которые делают но вы правы это зависит от коллектива потому что все наши сотрудники они и работают и живут в люберецком округе понимают о чем писать для кого писать они это все очень тонко чувствуют еще что я хотела бы отметить только из нашей газеты только из местной печати можно узнать о той жизни который живет округ жизнь разнообразная у нас даже вот посмотрите по информационным поводам каждый день у нас что-то происходит и не в одной точке а в двух в трех например глава владимир петрович ружицкий едет открывает где-то детский сад и тут же он и едет в поликлинику и надо быть все время это событие которые важны людям это же не просто там вот сейчас возьмите скачок цен в декабре у нас произошел значит мы пошли по магазинам то зафотографировали эти ценники а потом когда выступил президент и эти сети торговые наши немножко как говорится отхлынули да мы снова пошли по этим же точкам это же сфотографировали эти и все это сравнили же чего было как есть делали ящи материал был большой опубликован на целую полосу и люди нам звонили и в общем-то говорили что надо побольше таких острых материалов то есть правильно я понимаю иван город что люберецкая панорама как газета которая в общем-то рассказывает о жизни городского округа и наверняка в московской области есть еще подобное издание она не только но радуется открытию детских садов школ но она все таки выступает с критическими заметками да конечно иногда кажется вот приходит ко мне газета где я живу да она не связана с люберцы и такое ощущение что все прекрасно в этой жизни то есть у вас есть критические материалы где люди пишут что например как какие-то непорядки не знаю там с жкх тогда есть конечно есть вот и после наших выступлений положение справляется то есть власть реагирует да конечно но как говорят пресса это четвертая власть на самом деле так и есть но проблема все равно они есть и остаются мы знаем прекрасно это и пробки на егорьевском шоссе на октябрьском проспекте которая вот эта проблема с пробками но она должна сейчас у нас решится с реконструкцией проспекта но теперь давайте поговорим о как говорят таких случаях связях с общественностью потому что у вас есть ваши кадры которые работают в газете у вас есть внештатные корреспонденты у вас есть информация которая приходит как скажем так из самых разных источников и где хвалят и где ругают где критикуют и так далее власть должна реагировать но насколько я так понимаю для того печати существует как происходит у вас вот эта работа вы написали в газете вы о чем-то сообщили или в на вас надавили и сказали не надо об этом писать как это происходит ну ну давление мы не ощущаем так давление с не со стороны нашей администрации не со стороны области работа с общественностью у нас идет тоже неплохо на эту тему мы ведем рубрику обратная связь так вот например выступили с какой-то проблемой потом мнение читателей публикуем под этой же рубрикой это где-то два раза в месяц рубрика появляется в газете то есть к вам обратились вы нашли источник проблемы нашли кто эту проблему может решить и потом как бы развод происходит конечно конечно те проблемы которые наши читатели поднимают газете мы никак не решим без нашей администрации да администрация городского округа один нам в частности пресс-служба во главе с широким вячеславом игоревичем они помогают нам добывать информацию это ведь очень сложно добыть достоверную информацию вот например празднование 9 мая или каких-то еще дней памяти совершенно невозможно без контактов с нашим советом ветеранов городского округа который возглавляет орехов юрий александрович и ряд активистов еще я могу назвать имена которые помогают они подсказывают о ком надо написать участвуют в мероприятиях мы на этих мероприятиях бываем вот чего только стоит мне запомнилось как в томилино проводились концерты во дворах участников войны участники войны буквально вот со слезами на глазах все это видели и приветствовали на балконах один участник войны вышел во двор и ребят обнял и поприветствовал но вот это такая акция или там в замену шествие бессмертного полка фотографии в окнах да он доверчивались вот это тоже все очень здорово я хотел вот еще о чем поговорить как ни крути а все-таки вот я своим журналистам подрастающим всегда говорю что очень часто хороший журналист может стать писателем драматургом потому что он берет реальные сюжеты из жизни если у него есть возможность это превратить в историю то он может поменять свою работу и журналисты превратиться настоящего писателя и так таких у нас очень много известных писателей я знаю что иван егорич вот у нас есть книга которая называется снежные буквы и здесь написано что вы не просто журналист и не просто писатель а вы еще писатель сказочный как это сегодня может так сказать сосуществовать с работой ответственного секретаря газеты ну наверное до сих пор во мне живет ребенок а с детства в детстве я любил очень сказки и где-то в седьмом классе я перечитал всю я родом с алтайского края села лебяжья у нас там была библиотека сельская и вот в этой библиотеке я к седьмому классу перечитал все книги детские то что делать с ребятами со своими друзьями мы посовещались поспорили и решили что-то сами написать ну первым я написал рассказик прочитал вслух они говорят но это не ты написал ты так не может написать ну как не я вот давайте сядем вместе и я напишу давайте какой-то сюжет вот такой эксперимент провели а потом а потом я делась потом я решил поступать на факультет журналистики у нас на алтае выходили газеты хлебороб алтая и колос в эти газетах я публиковал свои маленькие заметки на школьную тему получал кстати гонорары вот то есть вы района ра у меня был 64 копейки я получил эти денежки тут же пошел в книжный магазин и купил себе книгу и таким образом вырос писатель до степенно не торопясь это увлечение хобби потому что журналистика и писательство они пограничные области то есть писать журналист может стать писателем писатель может стать журналистом понятно хорошо а м витальна ну а вторая книга которая здесь присутствует у меня вот я думаю что даже не надо пояснять кто на ней изображен да мы прекрасно знаем что имя и алексеевича гагарина для городского округа люберцы это особое имя и вот люберецкая орбита юрия гагарина расскажите об этом сборнике да с удовольствием расскажу значит основной материал для этой книжки собрал ветеран завода имени ухтомского тоже наш нештатный автор александр лукьянович вождаев вот я большей частью выступила в этой книжке как редактор но тоже привнесла свое я например предложила что не только нужно писать о техникуме гагаринском а еще написать о предприятии звезда известном где гагарину сшили скафандр ну и всем космонавтом естественно вот в этом году исполняется до 60 лет со дня полета даже трудно себе представить 60 лет целая вещь ну что пришло время подводить итоги еще раз хочу обратить ваше внимание что периодическая печать работает существует уже 15 лет будет отмечаться феврале этого года газете люберецкая панорама который вот здесь у нас представлена не только в виде газеты но и видеть тех людей которые стоят у руля это заместитель главного редактора газеты люберецкой панорама член союза журналистов заслуженный работник печати московской области эмма витальна борисова а также ее супруг и по совместительству коллега по работе иван егорыч борисов ответственный секретарь редакции газеты люберецкая панорама также заслуженный работник печати московской области член союза журналистов и член союза писателей россии еще к тому же руководитель школы юных корреспондентов городского округа люберцы ну и как вы понимаете праздник есть праздник поэтому м витальна мы всем нашим телевизионным коллективом подготовили вам вот такой замечательный букет с праздником процветайте в феврале приглашайте на день рождения люберецкой панорама и мы прекрасно понимаем что сегодня очень сложно действительно зерна от плевел отличить и поэтому если вы хотите узнать что происходит не верьте слухам почитайте газету посмотрите телевидение будем дружить домами с праздником вас всего вам доброго это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания